Итак, сегодня стало известно, что адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, передавшая новой газете видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова, в Ярославской исправительной колонии номер один уехала из России в результате угроз в адрес себя и своей семьи. Правильно сделала адвокат, умудрилась снять вот эти чудовищные кадры, которые обошли интернет. Ирина Бирюкова, ирина Бирюкова, ирина Бирюкова. Смена караула. Ирина Бирюкова, ирина Бирюкова, ирина Бирюкова, ирина Бирюкова, ирина Бирюкова. Страшно не то, что человек беспрерывно бьют по пяткам. Страшно то, что все присутствующие там, а там почти 20 человек, каждый подходит и куражится как может. То есть это, в общем, такая круговая порука. Стараются подключить всех работников, чтобы все были повязаны одним преступлением, никто, так сказать, не вякнул. В результате Следственный комитет возбудил таки уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, фигурирующих на видеозаписи, были отстранены от работы. А сегодня, 23 июля, объявили о задержании и заключении под стражу шести из них. Но я бы хотел сказать о том, что это, знаете ли, господа, не единственный случай. Буквально пробежавшись по интернету, я наткнулся сразу на целую серию описаний ужасных, чудовищных издевательств над людьми на огромных просторах Российской Федерации. И никому до этого нет никакого дела. Например, в городе Саратове врач-мануальщик Мадин Гасанов, попавший временно в СИЗО, рассказывает о том, что ему в глаза засыпали хлор. В один прекрасный день его привели в отдельную комнату, где было два сотрудника в СИЗО. Сначала его хорошенько избили, а затем засыпали в глаза таблетки хлорки. При этом говорили «мы так воспитываем, чтоб запомнили». Дальше принесли утюг и прижгли ему левую ногу выше колена, а второй раз ниже колена ошпарили кипятком. На следующий день его перевели в другой корпус СИЗО и там сказали очень строго «не дай бог кому-нибудь напишешь, живым отсюда не выйдешь». Теперь рассказывает он на глазном яблоке наросты, нагноения и глаз почти ничего не видит. Второй случай следующий в исправительной колонии номер 4 города Елец Липецкой области. Из-за прорыва трубы горячей воды погиб заключенный. Второй оказался в больнице. По словам работников СИНа, это они сами сломали трубу. В камере двух заключенных, Моргачева и Сурина прорвалась труба. Они 40 минут кричали о помощи. Оба, они ошпаренные кипятком, серьезно пострадали. Причем у одного из них, у Сурина, отпара, начался приступ астмы. Второго, предположительно, стало бить током. Около 20 минут они боролись за свою жизнь. Раздавались крики, переходящие в иск. Один контролер Сережа сразу убежал, а другой сказал, что ему приказали не открывать. Тогда дверь камеры все-таки открыли, Сурнин стоял в кипятке и пытался откачать Моргачева. Получивший ужасные ожоги Сурнин должен был освободиться через несколько месяцев и потому вряд ли бы стал рисковать, скручивая трубу отопления для того, чтобы продлить свое пребывание там. Приехавшие следователи, так сказать, разбирать дело, не спросил ни одного зэка, находящихся рядом. Все они хотели дать показания и рассказать, что больше чем полчаса два человека кричали и звали о помощи. Родственники погибшего Дмитрия Моргачева узнали о том, что произошло с их сыном только из газеты, когда об этом написали. В исправительной колонии номер два Екатеринбурга погиб заключенный Антон Штерн. Ему был 21 год. Его осудили всего лишь на три с половиной года за побои, то есть он устроил драку и получил небольшой строк. Мать погибшего рассказывала, что он очень хотел освободиться из колонии, начать нормальную жизнь. Позже выяснилось, что его избили, потому что был факт вымогательства средств на территории ИК-2. Дело в том, что в этой колонии все поставили на поток. Родственников заставляли выплачивать по тысячу рублей для того, чтобы их родственники, отцы, сыновья, братья оставались живыми в колонии, представьте. Все люди платили ежемесячно. Кто не хотел платить, тех жестоко избивали. Вот точно так же получилось с Антоном Штерном. Один раз его мама сумела заплатить, второй раз она по болезни вовремя не внесла сумму. В результате Антона Штерна начали избивать, при этом руками, ногами и дубинкой. В конечном счете избили его до смерти. Ну что тут можно добавить? Система прогнила сверху донизу. Правители заняты только личным обогащением. Никого вообще не интересует ни порядок, ни законность, ни такие понятия, как гуманность. Вообще гуманности в России места никогда не было. Попасть в тюрьму в России может любой человек. По любому сфабрикованному делу. И дальше, как говорится, если тебе повезет, то тебя могут просто унижать в камере матерые зэки. Ты, может быть, подцепишь туберкулез или какой-нибудь стафилококк. Ну а в худшем случае ты можешь нарваться на самых настоящих садистов, которым просто скучно на работе. И они вот подобным образом развлекаются. Можно с полной уверенностью сказать, что даже после этого страшного случая ничего не изменится. Потому что, еще раз повторяю, система прогнила вся. Вся. На всей территории России. И наведение порядка в одном, двух, в десяти СИЗО ничего не изменит.